Средняя школа номер 11 заслуживает внимания по многим причинам. Во-первых, самая большая в регионе, на её базе проходят обучение более 3000 детей. Здесь немало молодых специалистов, также в данном учреждении внедрена и успешно действует интегрированная система обучения, направленная на адаптацию в социуме учащихся с особенностями психофизического развития. А кроме того, проходит апробацию пилотный республиканский проект по улучшению школьного питания. Но приезд главы Бреста Сергея Лободинского связан не только с этим. Без внимания городских властей не осталось значимое событие. Человеку с золотыми руками, народному умельцу, известному и самобытному мастеру резьбы по дереву Юрию Фёдоровичу Черневу, которая работает здесь учителем, 6 мая исполнилось 75 лет. Конечно, хотелось как-то вас отметить. Это самое дорогое, что есть у нас. Это почётная грамота Брестского городского исполнительного комитета. Зато труд и желание творить от всей души. От всей души. Поздравляю. Будет жить в музее. Будет в музее. Будет в музее. Музей, о котором идёт речь, был открыт на базе 11-й школы три года назад при поддержке Брестского горисполкома. Называется он «Комната сказок». Уникальные композиции из монолитного дерева, которые встречают гостей, переносят волшебный мир. За 40 лет творческой работы множество деревянных пней и коряк под умелой рукой мастера превратились в 8 десятков работ, в которых ожили персонажи и сюжеты любимых сказок. Здесь удивительная лукоморья, волшебные гномы, кот Базилио и лиса Алиса, избушка Бабы-Яги, фантазия на тему поэмы Руслан и Людмила. Но есть и произведения, посвящённые военной тематике. Например, я вырезал лукоморье, вырезал 3,5 года. Это целый кусок красного дерева. Брестскую крепость я вырезал тоже 3,5 года. Это тоже красное дерево. Вот моё время. А вообще работаю, мне как-то спросили, сколько силы можете работать? Я говорю, от силы работаю. С 6 утра до самой ночи. Мой первый герой был лягушка. А дальше вы спросите, что дальше будет? Я не знаю. Сегодня в музее регулярно проводятся экскурсии для школьников. А почётным гостям Юрий Фёдорович рассказал о своём творчестве лично. Впечатление от посещения музея мэр города Сергей Лободинский оставил в книге отзывов. Всё, что увидел, всё сделано от души, своими руками. Юрий Фёдорович сегодня подтвердил, наверное, вот то душевное равноденствие, которое в детстве мы получали при чтении сказок либо наблюдении каких-то вещей, которые открывали улыбку у каждого ребёнка. Сегодня в творчестве мастера небольшая пауза, но это далеко не точка. Ведь самая большая мечта, признаётся Юрий Фёдорович, это создавать новые произведения и приносить радость людям.